Продолжение следует... Нормальное производство начинается всегда с лабораторий. Здесь у нас три участка. Первый занимается разработкой лакокрасочных материалов, так называемый R&D-департмент. Вторая лаборатория отвечает за испытания. И третья за контроль качества. Лаборатория разработок. Здесь сотрудники занимаются тем, что разрабатывают лакокрасочные материалы и дорабатывают существующие. Химическая отрасль не стоит на месте, и каждый год появляются какие-то новые добавки, какие-то новые компоненты. И наша задача делать так, чтобы мы всегда были на острие технологий и клиентам предлагали самые качественные, самые новые и современные решения. Кстати, большая часть сотрудников завода работает именно в этом отделе. Сейчас топовая технология в красках — это UF-отверждаемое покрытие. Принцип работы таких покрытий заключается в том, что при попадании ультрафиолетового излучения на поверхность краски она моментально отверждается. А сейчас мы посмотрим, как это все реально работает. И мы попросим сотрудника компании Langwitzer, Herr Hauke, Сейчас мы выстроим время, с которым будет двигаться лента на этом конвейере. Herr Hauke наносит сейчас лак на пластинку и с помощью специального аппликатора разглаживает лак по пластинке с заданной толщиной. Толщина здесь примерно 10 микрон. Herr Hauke, да. То есть мы сейчас имеем с вами еще жидкую краску, вы можете посмотреть. То есть остается мой след от перчатки. Давайте делаем фокусы с вами. Herr Hauke кладет это на конвейер, я ловлю. Пластинка была на конвейере, который двигался со скоростью примерно 50 метров в минуту. И пластинка там была реально меньше секунды. И обратите внимание, она полностью сухая. Я не могу даже ее поцарапать. Вот такой вот мэджик от компании Langwitzer. Испытательная лаборатория напичкана всевозможным оборудованием, которое используется для проверки качества и характеристик наших покрытий. Здесь вы сможете найти все виды оборудования, какие только можно себе представить. Камера соляного тумана. Краска это прежде всего антикоррозионная защита. И в любой испытательной лаборатории мы с вами найдем такие камеры, как эта. И принцип работы этой камеры заключается в том, что сюда помещаются пластинки или различные элементы, которые мы хотим с вами проверить. Они здесь стоят достаточно длительное время, порой даже несколько месяцев. И в итоге мы получаем следы коррозии, которые, правильно исследовав и правильно оценив, мы сможем спрогнозировать, как долго это покрытие будет служить в реальных условиях. А вот эта здоровенная штуковина, это климатическая камера. Мы можем в ней запрограммировать практически любые циклы. Мы можем задать максимальные температуры, можем задать минимальные температуры. Здесь может идти дождь, может идти снег. Мы можем сделать так, чтобы светило солнце. И каждый цикл мы фиксируем, и потом мы запоминаем, сколько циклов таких выдержало покрытие. И на основании этих данных мы с определенной, конечно, долей вероятности можем предположить, сколько такое покрытие будет служить в тех или иных климатических условиях. А вот так этот шкаф выглядит изнутри. По сути, ничего необычного. Однако это высокотехнологичное оборудование стоит четверть миллиона евро. Эта лаборатория занимается не только созданием продуктов, но и разработкой технологического процесса производства. В данной комнате мы видим имитацию производства в миниатюре. И до тех пор, пока сотрудники не произведут тестовый образец каждого продукта и не убедятся в том, что все характеристики соответствуют заданным, рецепт не передается в цех для производства серийной партии. Идем в производственный цех. И здесь мы проходим через склад жидких добавок, которые используются в производстве абсолютно всей нашей линейки. И если обратите внимание, они подключены к общей системе автоматизированной подачи сырья. В этих гигантских резервуарах хранится основной компонент, из которого производится краска. Мала. Краска производится не только из жидких составляющих, но также из сухих. Здесь сотрудники собирают сухие пигменты в соответствии с рецептом. Производится автоматизированный контроль, чего накидал этот сотрудник в заказ. И если вдруг есть какая-то ошибка, то система просто не дает двигаться этому заказу дальше. Каждый раз, когда я приезжаю на это производство, у меня создается впечатление, что здесь никто не работает. Хотя на самом деле каждый день отгружается более 100 тонн готовой продукции. И все это стало возможным благодаря автоматизации. Вот, смотрите. Все трубы ведут сюда. Это установка автоматизированной дозировки. И мы называем ее орган. Все, что необходимо сделать оператору, это сосканировать штрих-код конкретной партии и нажать кнопку. На этом все. Автоматика сама добавит все необходимые жидкие компоненты краски вот в это гигантское ведро. Мало кто знает, что в городе Островик краску производят уже более 250 лет. И когда не было автоматических погрузчиков, то пользовались услугами островикских великанов. И все, что от них осталось, это вот эти вот наручные часы. Полученную смесь перемещают под дизольвер. И в процессе перемешивания засыпают сухие компоненты. На специальных дизольверах все перемешивают до одной однородной массы. После добавления сухих пигментов в краску нам необходимо их тщательно измельчить, для того, чтобы получить максимально однородную массу. Для этого мы используем мельницы. Максимальный размер частицы определяется степенью перетира. И в одном из следующих выпусков мы расскажем, как проводить такой тест. Лаборатория качественного контроля. Здесь контролируют как качество входящего сырья, так и качество готовой продукции. Как говорят наши европейские коллеги, Гарбыч ин, гарбыч аут. По-русски эта пословица звучит куда проще, из говна конфетку не сделаешь. Именно поэтому мы закупаем сырье самого высокого качества. Выходной контроль – это вообще наш приоритет. Ни одна партия завода не выходит без тщательной проверки. Из каждой партии мы снимаем вот такой вот контрольный образец, который хранится у нас в течение всего срока годности продукта. Здесь проверяют, насколько цвет готовой продукции соответствует эталону при помощи спектрофотометра. И как это все работает, давайте с вами посмотрим вживую. Помещается пластинка в спектрофотометр, и хитрым образом аппарат снимает цифровое значение этого цвета, и мы получаем с вами отклонение от заданного эталона, которое называется дельта Е. Если дельта Е больше единицы, то данная партия отправляется в доработку. И у нас есть специально обученный человек, который разрабатывает рецептуру, которую необходимо добавить в уже готовую партию. И как только дельта Е будет меньше единицы, мы можем отгрузить эту партию клиенту. На этом производство закончено. Если партия прошла контроль качества, то она поступает на склад готовой продукции. Ребят, ну на этом все. Вы побывали на крутом заводе, где делают крутую краску. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, жмакайте колокольчик. Пока, до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok